Приветствую вас, а в первую очередь, наверное, нужно сказать о том, что вас эта ситуация задевает, вот, в первую очередь, вас эта ситуация задевает, вам эта ситуация не приятна, вот, и, вероятно, дело не только в том, что ваша мама вымажает ваши личные границы, хотя, как бы, защита личных границ, это ваша ответственность, и, мне кажется, что те же гаджеты, например, можно поставить на пароли, и не все ли равно, что, думаю, что ваша мама про вашего молодого человека, или по правам, ну, не здесь же, с вашим молодым человеком жить, а вам, так какая, собственно говоря, разница, а тогда, вот, тем не менее, вас почему-то это волнует, вот, это первое, то есть, вас задевает, то есть, что говорит ваша мама, что такое задевает, что такое задевает, что такое задевает, задевает, это причиняет боль, ну, вот, дословно, это причинение боли, если мне, если меня что-то задело, значит, мне больно, разные, условно говоря, скажем, можно сказать, что у меня это равно, например, которые действуют в омени, то есть, э-э-э-э, Происходит так, что позиция другого человека, в вашем случае мама, влечает на мою позицию, и так получается, так выходит, что ее позиция, позиция мамы, например, ваше, более сильно влияет на вас, чем, например, ваше собственное. То есть вы склонны больше соглашаться, например, с мамой своей внешне, чем все с собой. Вот. То есть вы с своей мамой боретесь, вы даже поговорить с ней хотите. Надеетесь, что можете подобрать какие-то слова, к которым она прислушивается. Но ее поведение демонстрирует, что у вашей мамы достаточно сильный конфликт внутренний, и к вам она, скорее всего, прислушиваться не будет, потому что не может. Не может, не хочет, но в первую очередь не может. И более того, я вам скажу, что опираться нужно на себя. Нужно опираться на себя, на свой ресурс, а не пытаться договорить с мамой и как-то ее переубедить, чтобы сделать вашу жизнь проще. Это, мне кажется, немножко позиция не та, которая могла бы вам быть полезной. А вопрос, который я хочу вам задать, будет звучать достаточно просто, но я прошу вас не торопиться с ответом на него. Что не позволяет вам не обращать внимания на то, как мама себя ведет по отношению к вам и по отношению к вашему молодому человеку и прочее, прочее, прочее. Почему вами мама воспринимается как равня вам, при том, что вы взрослый человек, при том, что вы молодой человек, а ваша мама, наверно, наверно, уже все-таки достаточно пожила. Естественно, равняться с вами она не может никак. Но вы пишите, что я не могу оставаться в надрывной квартире. Вы об этом пишите. Вам было, вам тяжело. Ваш внутренний конфликт дает осознанность. Какой это конфликт? Понимаете? Повторюсь, почему у вашей мамы есть, например, доступ в ваших устройствах. Почему эти устройства не запаролены? Дело не в том, что вы мне сейчас объясните, почему это так. Я не объяснение хочу. Вы посмотрите на это более глобально, пожалуйста. Посмотрите на это более системно. Что? Вот. Вот. И, вот, поиследуйте себя и свою маму. Это может вам, в этом вам может помочь психолог, в этом вам может помочь психотерапевт, вот, обращайтесь за помощью выбрать себя специалиста, вот, и соответственно, будем рады вам помочь. В этом все. Я желаю вам всего доброго, дочи. Надеюсь на отклик, отклик по моему ответу это послужит началом работы над собой. Спасибо.